Вот теперь нужно применить эту негативную геометрию к доказательству теоремы ферма-вегиера. Вы вспомнили это значение? Можете придумать решетку. Вот у нас есть число А. А в квадрате плюс один делится на полную. Замечательно. Мы знаем, что наименьшее ненулевое расстояние в рамках ров в квадрате меньшее равно 2, если не на корень из трех. Отлично. Осталось собратить две решетки. Возьмем два вектора. Пока не очень понятно, откуда я беру. Но давайте посмотрим. Итак, у нас есть один вектор. Корень из ку, 0. Другой вектор А разделить на корень из ку и единица, отделенная на корень из ку. Замечательно. Вектор У. Вот он. Вот он, вектор У. Корень из ку. И мы согласны? Замечательно. Вектор В. Выглядит довольно хитро. Он на небольшой высоте, на высоте единицы делить на корень из ку, но довольно далеко, потому что число А у нас было, оно могло быть достаточно небольшим. Вот такой вот, что называется, наклоненный параллелограмм. Итак, вектор В с координатами А разделить на корень из ку и единица, отделенная на корень из ку. Как по любому параллелограмму, по этому параллелограмму можно построить решетку. Чему равна ее площадь? Высота параллелограмма 1,9 на корень из ку. Основание корень из ку. Значит, площадь от корень из ку. Здесь я могу написать единицу и получить замечательную вещь, что это и есть 2 делить на корень из трех. А это, между прочим, меньше, чем 2. Значит, в нашей решетке найдется вектор, квадрат длины которого меньше 2. Так? А вот теперь давайте посмотрим, как этот вектор выглядит. Надо умножить на какое-то целое число, умножить на какое-то целое число, то есть здесь написать альфа, здесь написать полига, так? И посмотреть, чему равна длина этого вектора. Длину считаем по теории форума. Когда мы складываем вектор, получается альфа корни из ку плюс абэта разделить на корень из ку в квадрате плюс бэта в квадрате разделить на ку. Отлично. Что это такое? Это ку альфа в квадрате. Так, удвоенное произведение. 2а альфа в квадрате и здесь, смотрите, а в квадрате плюс 1 разделить на ку и умножить на бэта в квадрате. Пока все понятно? И вот для некоторых чисел альфа и бэта это выражение у нас меньше, чем 2. Ну, господа, это вообще-то целое число. Вот это и есть ров в квадрате, правильно? Написать теорию форума. Это ров в квадрате? Да или нет? Квадрат длина. И он у нас по геометрии, мы помним вот это неравенство, он меньше, чем 2. Ну, внимание, это целое число. Потому что альфа в этом были целые, а а квадрат плюс 1 делилось на 2. Целое число меньше 2. Но при этом это квадрат длины, не нулевого вектора. Значит, на самом деле, ров в единице. И вот это вот выражение, это просто-напросто единица. Давайте теперь подумаем, что из этого следует. Приравняем и умножим на ку все это равенство. Ку в квадрате, альфа в квадрате, плюс 2аку альфа в квадрате, плюс а в квадрате, плюс а в квадрате, плюс а в квадрате, это у нас ку. Надеюсь, вы уже начинаете понимать, о чем я сейчас говорю. Вот смотрите, здесь можно разбить на 2 квадрате, и после этого вспомнить форму ку альфа плюс а в квадрате, плюс бета в квадрате, это ку. Теорем Фермаиллера доказано. То есть, оказалось, что доказательство теоремы Фермаиллера, это поиск кратчайшего вектора в решетке, состоящего из таких векторов. Понятно? Субтитры делал DimaTorzok